всем привет те кто следят за моими видео знают что я использую китайский карбон на своем велосипеде и в свое время где-то около больше чем год назад я купил себе несколько карбоновых запчастей велосипед это был китайский карбоновый руль подсидел и седло что касается седла в моем случае мне пришло седло которое заказывал без мягких накладок сверху оно было очень дубовое при всем его классном весе в 100 с чем-то грамм ездить на нем где-то кроме помимо какого-то идеального асфальта просто невозможно потому что жопу отбивает напрочь и это седло у меня валяется до сих пор где-то там в коробке на нем я не катаюсь потому что но неприятно нам ездить хотя хотя я знаю людей кому приходили карбоновые точно такие же седла и они были гораздо мягче и было на них намного комфортнее чем на моем то есть китайцы клепают эти седла как-то по странному кому-то приходит очень дубовое седло кому-то мягкое и тем кому приходит мягкая у тех как правило отзывы хорошие таких седлах в моем случае мне не повезло поэтому она просто валяется что касается карбонового подседела я использую его до сих пор претензий у меня к нему нету поначалу были некоторые проблемы с тем что раскручивались болты которые держат рамку седла но это все решилось путем нанесения на болты просто фиксатора резьбы и теперь с этим проблем вообще нету подседел хороший он фликсует на кочках отыгрывает и весит достаточно мало поэтому подседельные штыри китайские я в принципе могу рекомендовать кроме того мной был куплен вот такой вот карбоновый китайский руль это руль аэронова имеет вот такую интересную форму сверху плоская площадка на которую очень удобно ложить руки особенно на длительных дистанциях тут есть небольшой изгиб который позволяет очень удобно ложить сюда руки когда вы едете но на дуалы или там рядом с дуалами очень удобно ложится сюда рука кроме того этот изгиб очень удобен тем что ты можешь ехать на этом руле и ложить сюда локти то есть ты можешь сюда положить локти и у тебя локоть не соскользнет с руля потому что здесь есть такой вот подъем это очень удобно и я считаю что это очень хороший вариант для того чтобы например не использовать лежак а просто ложить локти вот в эти выемки и это это удобно что касаемо самого руля руль шириной 42 сантиметра от нижнего пара до нижнего сверху он чуть-чуть уже где-то 41 или 40 сантиметров сбоку есть небольшой угол то есть нижняя часть руля немножко разведена верхней части руль очень жесткий и по жесткости наверное алюминию не уступает совсем нижние трубки на ней достаточно тоненькие кстати и они очень мягкие и я считаю что это даже плюс потому что на кочках при езде по брусчатке по всяким камням с ипухом и так далее езда в нижнем хвате подоставляет просто массу удовольствия потому что очень хорошо сглаживает все неровности дороги стенка руля здесь достаточно тонкая и поначалу я стремался этого думал что может обломаться но в принципе подержав его в руках там попытавшись его обломать у меня ничего не получилось я понял что в принципе переживать не за что руль хороший руль прошел у меня достаточно большое расстояние я проехал на нем несколько приветов я съездил на нем в туризм то есть 800 километров я ехал на этом руле и сверху цеплял еще байпакинг сумку весом там около пяти шести килограмм и руль справился с этим вполне хорошо ездил дальние расстояния ездил достаточно агрессивно я люблю прыгать на велосипеде я прыгаю с равнобордюры всякие перепрыгиваю лежачий полицейский и так далее и руль себя показал хорошо выдержал все эти испытания при стоимости этого руля 800 или 900 гривен я считаю что это очень хорошая покупка очень неплохой вариант апгрейда вашего велосипеда если нужно немножко сбросить веса с велика если вам нужно увеличить комфорт вашей езды то это очень хороший классный вариант для апгрейда причем не слишком дорогого но при этом достаточно значимого в целом я могу рекомендовать этот руль я приложу ссылочку на этот руль на алиэкспрессе в описании к видео можете заходить посмотреть почитать отзывы всем кому интересно могут приобрести и попробовать в принципе деньги не слишком большие и игра реально стоит свеч вот что касаемо вот этого руля и почему он собственно у меня в руках они на велосипеде в определенный момент я начал замечать что вот в месте где крепится крышка выносом где он собственно прижимает руль появилось некоторое изменение материала и мной было принято решение снять этот руль и посмотреть собственно что с ним происходит в принципе я бы мог продолжать ездить на этом руле он до сих пор достаточно крепкий я его не могу сломать руками то есть он в принципе не обломится но тем не менее когда я снял этот руль собственно я заметил что на нем есть некоторые вмятины то есть я не знаю покажет ли камера это но вот здесь где прижималась крышка выноса здесь появились некоторые вмятины на карбоне и из-за этого я собственно и решил его снять и пока что поменял на свой старый алюминиевый руль пока что я езжу на нем возможно и скорее всего дело в том что я перетянул вынос хотя использовал динамометрический ключ но полагаю что при затяжке особенно китайских карбоновых запчастей вам стоит очень аккуратно относиться к ним и все-таки момент затяжки делать чуточку меньше чем указано здесь на руле указано что момент затяжки где-то 5,5 ньютон на метр должен быть для карбонового руля 5,5 ньютон на метр это много поэтому все кто будут покупать карбоновые рули карбоновые какие-то другие запчасти учитывать этот момент потому что но китайцы любят экономить на всем и на карбоне в том числе поэтому учитывайте и все-таки момент затяжки делайте меньше в данном случае я бы наверное затягивал с моментом затяжки 3,5-4 где-то так ну смотрите конечно чтобы он не прокручивался естественно но тем не менее понимаете что лучше закрутить так чтобы он держался но при этом не намертво чтобы ну все-таки не перетянуть этот руль меня полностью устроил он мне очень понравился очень удобная классная форма очень классные у него свойства очень комфортный он и именно поэтому я решил что просто куплю новый просто куплю точно такой же у точно того же продавца на алиэкспрессе и буду дальше получать удовольствие от этого руля именно поэтому в данный момент я уже его заказал он уже едет ко мне и как бы все я его поставлю обратно когда он приедет такой отзыв у меня по поводу карбоновых запчастей по поводу карбонового руля прежде всего все кому интересно можете зайти посмотреть на алиэкспрессе почитать отзывы заказать эти рули это это классная штука для апгрейда вашего велика за недорого с очень приятными и классными свойствами на этом пожалуй видео мы закончено можете подписываться на канал писать комментарии писать свои истории использования карбоновых запчастей хорошие они или плохие пока что то что я использовал на своем велосипеде из карбона она мне все нравится я продолжаю этим пользоваться подседельного штырю который уже проехал тоже те же самые там около 6000 километров претензий у меня вообще нету я использую это все без каких-либо ограничений при этом мой вес ну как бы нормальный вес и то есть я и набирал до 95 килограмм был вес и в целом мой средний вес около 86 колеблется поэтому я не очень легкий велосипедист как вы можете подумать поэтому с учетом этого понимаете что карбоновые запчасти из китая это выдерживают и проблем с ними не возникает в любом случае всем пока всем спасибо за просмотр до встречи